я вас приветствую друзья 5 ноября 2022 года 19 московского времени чуть-чуть задержался готовился готовился эфир и сегодня решил такой знаете легкий эфир провести в легкий плане чисто пообщаться поговорить показать картинки обсудить связано это стартарии почему казаки тартарии я вам объясню вы покажу но почему я считаю что вот эти вот изображение картины можно считать на них нарисованы казаки тартарии мое предположение естественно все это только мои предположения не более того пусть отвлечься немного от этих всех событий обсуждаем их в ожидании дальнейших новостей давайте перейдем к этому моменту к этому вопросу я буду использовать некие свои старые записи на ресурсах очень неважно каких но там я свое время занимался блогерством давно это все было уже почти 6 лет назад я всем этим занимался как я уже говорил была у меня статья про никого орловского художника идет от 77 года рождения умер он 1332 году то есть это был достаточно популярный достаточно известный художник его упоминал пушкин например но и не только пушкин то есть был на слуху был известен можно сказать данный знаменит почему я сейчас хочу именно его использовать вы поймете дальше потому что он рисовал вас сразу хочу сказать рисовал в основном вот именно казаков и рисовал башкир почему-то вот он именно на этом остановился в основном вот такие рисунки он делал художественные картины такие даже там его награждали примечали почему и только казаки и в основном казаки и башкиры удорожили его внимание сказать сложно по разному можно относиться к его творчеству но она достаточно интересно например в плане вот тех на самых к лаку я хотел бы обратить на это внимание на смотрите давайте давайте вам сейчас сразу его попробую показать и насчет казаков вот смотрите то время казаки этот из 1812 года как вы можете понять вот они изображались вот таким образом чтобы его понят униформа казаки донские отбукских полков на офицеры вот так выглядели как нам рассказывают таким образом вы смотрите ну я выделяю вот перья смотри да вот перед у них какие-то это офицеры ну лампасы шашкин форма казаки казаки но ничего такого удивительного казалось бы но тут внезапно вот он рисует орловский 1800 по моему девятом году если мне память не изменяет рисует вот такую картину называется бивак казаков бивак казаков вот видите да я вам сейчас попробую в более увеличенном виде это показать ну бивак это стоянка грубо говоря стоянка казаков и вот глядя на вот эту так сказать стоянку казаков немножечко удивляешься да ну вот это чё это казаки что ли странно странные шапки ну пики ладно понятно вроде бы и казаки вот здесь вот даже перо у кого-то наблюдается вроде как офицер получается но у него тоже странная форма но это явно казаки почему я уверенно это заявляю ну потому что вот за эту картину орловского наградили причем наградили достаточно можно сказать серьезно ему присвоено было звание академика петербургская академия художеств до 1809 году присудила ему звание академик вот именно конкретно за вот эту картину и возникает у меня вопрос а что это за казаки ну вот если вспомнить опять таки пушкина у него есть такое путешествие в ардрум у пушкина некое произведение да у кибиток пасутся уродливые косматые кони знакомые вам по прекрасным рисункам орловского да то есть он отмечал что вот где-то на кавказе видимо путешествие пушкина отмечал что вот как точно орловский передавал то что увидел то есть получается что орловский этот художник он прям конкретно нарисовал привал казаков присудили ему даже звание академика то есть это признано что да это точно казаки ну никто в этом как бы не сомневался но я же сказал это как бы странные какие-то казаки почему они особо-то на казаков то и не похожи в нашем обычном представлении ну давайте сейчас я вам покажу другую картину орловского вот чтобы его более-менее понятно это тоже орловский да это его картина вот вот казак вот это казак с пикой причем вот здесь есть какой-то странный знак то есть непонятно что как будто бы ну похоже что-то на букву f но явно наверное это все-таки не f я так подразумеваю это клеймо на принадлежности какому-то подразделению возможно но заметьте казак то есть удивительный что это за казак такой это шапка у него такая более того у него есть и другие изображения вот у него есть еще один казак например вот это тоже казак так и мы вот здесь на коне видно да видно вот здесь опять видим что-то ну вообще непонятное на что ни на какую букву непонятно очень напоминает некий иероглиф может быть это и есть некий иероглиф ну в русском алфавите такого ничего нет возможно опять таки это принадлежность какому-то подразделению или что-либо иное не знаю но казак заметьте крайне интересно то есть вот такого я не видел нигде и никогда кроме как только на картинах орловского орловского вот это натолкнуло на некие мысли а что это за казаки вопроса сразу возникает а вот это вот странное письмо вы странные буквы может быть это именно и что-то из старославянского из какой-то оттуда из этой письменности но это должно быть понятно каким-то образом а как это понять я вот никак не понимаю и нигде никаких разъяснений я не видел по этому поводу зачем так замурочено вот так вот какими то вот но напишите там я не знаю как сегодня у нас да ну не буду я упоминать на всякий случай давайте не о политике но просто там какие-то две палочки что-нибудь клеймо простейшие клеймо ведь как делается она за не выжигается там не вы тут не татуировка делается правильно в смысле не выжигается паяльникам обычно за она изготавливается нагревается и клеймят лошадей что-то такое сложное клеймо нафига какое-то имеет смысл так вот сложно вот такую вот загогулину девать понимаете давайте еще раз сейчас попробуем вернуться к этой картине вы еще раз оценили эту загогулину как говорил у нас один руководитель нашей страны но свадей но зачем вот это вот так вот еще и как то вот и так далее ну это же странно не слишком ли много сложностей и казак конечно удивительно еще раз повторяю это перо какое-то на башке на какое оно имеет свойство гусар что ли какой-то на гусара тоже не сильно похож но ведь явно кого-то срисовывал да явно не придумал вот например тоже рисунок орловского если вы думали может быть он там что-нибудь фантазирует нет вот это гусар это гусар которого нарисовал орловский никаких кстати знаков нигде тут не видно ну вполне узнаваемый правильно гусар и гусар все то есть он как бы мог рисовать и то что нам известно а откуда вот это взялось непонятно вот это вот башкир опять загогулина непонятная да ну она более менее простая хотя есть какое-то клеймо но это башкир ну ладно соглашусь головной убор похож лук стрелы могу согласиться хотя вот уже это это за по сути вот предвоенное время 1812 года и чтобы представить себе что башкиры значит со стрелами там воевали с луками против уже огнестрельного оружия ну как-то странно на мой взгляд а вот вам еще один башкир вот тоже он его назвал башкиром ну вот это я вообще удивляю опять таки мы видим лук опять видим какой-то знак непонятный да какими-то там еще какими-то ответвлениями не знаю для чего столько знаков то есть он уверенно ставил клеймо на лошади орлов уверенно рисовал вот это видимо колчан со стрелами я могу предположить при этом еще и сабля на вот здесь скорее всего все-таки какой-то горный башкир наверное честно сказать если это башкир но если вот посмотреть ну вот башкир в принципе фотография может быть и похоже приблизительно более позднего времени но самая для меня удивительная картина это вот эта картина конечно же это воины четыре воина сидящие под скалой вот эта картина она написана в 1829 году вот здесь узнается вроде бы кто-то похожий человек похожий на башкира опять таки узнается вот это вообще непонятно кто какой-то пирог странная шляпа вот здесь акведук кстати удивительно мелькает где-то вдали ну понимаете акведуки это такое очень древнее так сказать строение обычно это средних веков китается да вот здесь латы лежат как мы можем видеть а вот здесь просто натуральный рыцарь вот у него железные латы вот такие задетые головной убор ну рыцарь рыцарь причем похоже со шпагой что ли или саблей чем-то непонятным 1829 год это че я не понимаю откуда это взялось тоже вот загадочное изображение чего они тут сидят чего о чем обсуждает то есть у меня вот напрашивается все таки глядя на эти картины некие выводы если все таки брать что эти картины брать что он откуда-то ну возвращаясь к этому биваку как он там написано бивак казаков раз художественная академия признала или академия художеств там петербургская признала эту картину как искусство высочайшее наверное значит никак не смутило что там изображены какие-то вымышленные например какие-то придуманные казаки и получается что в районе да даже в 1812 году у нас как-то получается было несколько видов казаков были казаки такие форменные какие-то конкретные а были не знаю какие-то вольнонаемные столь казаки причем все называли казаками и там и там и там все называли казачий полк казачий полк но если их вот рядом поставить вообще не поймешь ну по крайней мере сегодня многие скажут какие-то казаки и вот отсюда у меня возникает предположение что орловский мог рисовать доходя вот до этих границ остатков вот этой великой тартарии что он мог рисовать казаков тартарии то есть вот эти вот такие странные казаки это может быть казаки именно оттуда там находились в таком нейтральном положении может быть даже в дружественном состоянии и он мог приезжать и рисовать вот то есть он ездил на кавказ орловский точно ездил там бывал у него есть картина битва горцев с грузинами и там видно грузины и какие-то горцы какие горцы непонятно какие-то горцы нападают грузины защищаются там тоже такая довольно интересная картина ну то есть он разъезжал по территории российского государства иногда он рисовал каких-то странных казах и вот здесь возникает вопрос может быть это были те которые принадлежали к тартарии может быть их он нарисовал а просто сегодня нам это никто не уточняет и как-то это все и забыл вот что я могу сказать сегодня смотрите казаки это не этнос могу подтвердить что это не какой-то не этнос казаки это некие служивые люди в нашем понимании в нашем понимании но в действительности на мой взгляд это люди которые неважно где проживают но при этом они в любой момент могут начать воинскую службу то есть охрану границ своего государства охрану территории своего государства это некие люди находящиеся на свободном поселении но в любой момент готовы с вооруженными значит идти на защиту то есть там не важно какая национальность а именно важно принадлежность некому роду служивых людей и вот казаки поэтому они могли в разных частях находиться вообще ну даже мира наверное поэтому могли быть и казаки тартарии естественно ну может их так называл орловский может они себя так не называли были конечно донские там кубанские там есть всякие казаки и вот отсюда наверное и появились они на картинах у орловского как мне кажется то есть нет неким образом он подтвердяет вот этими картинами он подтверждает что существовало еще некое государство отдельно еще не побежденная потом уже окончательно добитый может быть как раз вот в результате вот эти войны вот этих действий воен 1812 года окончательно утратился может быть свои последние территории ну как я могу предположить например а по поводу что это могло быть все-таки связано с войной с тартарией есть карикатуры я потом вернусь к этим карикатурам отдельно об этом поговорим как-нибудь на которых по моему отчетливо видно как раз все показано и там опять начинает появляться вот подобные казаки которые я вам тут что показал и данный генерал платов именно в таком убранстве как это ни странно ладно давайте будем на этом заканчивать я думаю что все-таки существование тартарии рано или поздно будет признано когда-нибудь и вот некоторые начнут удивляться это будет все равно и будет признано что и там были казаки и что не вся территория российской империи сразу находилась под управлением Романова была потихонечку постепенно завоевана в свое время ну не так как быстро как раньше возможно возможно но все это да но все это укрывается по одной простой причине потому что еще не время пришло тартарию признавать ну что тартария она ну все таки была противником вот это вот ну вот их вот царей а сегодня это не ну не не выгодно я бы так сказал к сожалению история писаться история писаться победителями а кто-то в свое время тартарию победил и вот сейчас просто рьяно стоят на защите ну политики в основном конечно к сожалению доубили в голову что тартария не существовало и любое упоминание вот видите оскорбляет людей я для себя открытие сделал оскорбил упоминанием тартарии оскорбил людей да до новых встреч друзья о о о